Все лето на Гродинщине на доброупорадкование объекта в вековечении памяти героев Великой Чыны войны накеровано кали 400 тысяч рублей. Это сродки, собранные жахарами Прынемыня под час республиканского субботника. Нагадаем, все лето у Прынемыни до добровольной коллективной прации подключились кали 300 тысяч человек. Зароблено свыше 750 тысяч рублей. А Украине в целом кали 2,5 миллиона у беларусов собрали амаль 9 миллионов рублей. Згод на решение Совета Министров, полову заробленных под час республиканского субботника сродков было накеровано на умоцнение базы медицинских установ краины для боротьбы с COVID-19. Другая полова засталась у распоряджении облвыконкам, которые приняли решение выдатковать сродки на ремонт и обновление историко-культурных каштовностей, мемориальных комплексов и местов боевой славы в рамках отзначения в 80-ти годе початку Великой Айчиной войны. В Гродинской области это шесть знаковых объектов. Мемориал славы в городском поселке Большая Берестовица. Это место воинской и боевой славы времен Великой Отечественной войны. Это памятник героям Советского Союза Яну Фогелю и Павлу Петрову, которые находятся в городе Дятлова. Это место массового расстрела жителей еврейской национальности. В урочище Станевичи на территории Ивьевского района находится эта форма увековечения. Далее следует отметить, что деньги будут также направлены на реконструкцию мемориального комплекса, который находится в городе Кареличи. Он называется «Звезда». Это тоже место боевой воинской славы времен Великой Отечественной войны. Ну и воинское кладбище по улице Белуша, которое находится в городе Гродно. До слова, на территории Гродненской области 1758 места увековечения памяти с их 757 гэта воинские пахаванни. На утримане объекта у належным стане селита, а кроме сродка из республиканского суботника, с областного бюджета выдатковано 540 тысяч рублей у рамках реализации державной программы увековечения памяти обзагинулых при обороне Айчины. Важно отзначить, что у працы по захованию памяти об героичном минулом Беларуси примают удел шматликие громадские и молодзевые организации идеологичные акты в области, управление адукацией, военные комиссариаты. Каждый год мы стараемся совместно с местными исполнителями, распорядительными органами восстанавливать имена погибших, увековечивать их имена в информационных досках, увековечивать в памятниках, которые устанавливаются в чьих погибших героев, ну и проводить дальше эту работу. До речи селита у рамках святкования Дня народного одинства гродзенцы выступили с новой инициативой, якая послужить великой справе, увековечившей памяти оборонца Айчыны. Так, школы областного центра уключилися у работу по присвоене им именам героев войны и працы, які уписалися у сторонких историй, дякуючи самоданности своей краине. И, як подкресли специалисты, гэта только одна з безлич задум, які будуть реализованы на Гродзенщине у рамках працы по увековечению памяти об оборонцах Айчыны.